Топик для девочки. Я решила связать тунисским крючком. Пряжа такая скользкая немножко. Фабрики Комтекс. Это вискозный шелк. Вискозный эвкалипт. 350 метров на 100 грамм. И есть у меня набор длинных крючков. Покупала на Алиэкспресс. И вот решила связать именно тунисским. Вязанием. Правда, оборку внизу связала обычным крючком. Топик получился такой на несколько размеров. Так что пригодится нам не на один год. Лямки можно сделать пониже. И ширина достаточно. Обе половинки одинаковые. Передняя и задняя завязываются на лямочке. Петли я набирала как обычным крючком. Но немножко необычно. Такой сдвоенной цепочкой. Формирую первую петельку. Провязываю вторую. Третью. И сейчас протягиваю петельку через вторую. Ну, наверное, проще смотреть, чем объяснять. Такой вот набор не даёт петелькам начального ряда расхлябываться. И можно аккуратно начать вязание с обеих сторон от цепочки. То есть вязать вверх и вниз. Я набрала петельки для кокетки. Сначала вязала вверх. А затем продолжила уже от готовой кокетки вязание вниз. И так вот я набираю нужную длину. Крючком очень удобно ориентироваться. Просто набираем цепочку нужной длины. И вот у меня цепочка равна объёму груди. И я соединяю начало и конец вязания. Крючок у меня вот на такой длинной, не знаю, не леска, а трубочка. Петельки все уместились. И сейчас буду вязать первый ряд. Первую петельку вот я вытяну. Сделаю, чтобы делала аккуратно и плотно. Съединенным столбиком соединяю начало и конец вязания. И сейчас буду вытягивать петельки из петелек воздушной цепочки. И нанизывать их на крючок, как на спицу. То есть я их не провязываю, как обычным крючком, а втыкаю крючок в воздушную петельку наборной цепочки, вытягиваю рабочую нить и оставляю петельку на крючке. А затем она переходит на вот эту гибкую связь. Так как крючок у меня не прямой, а, как я уже говорила, с такой трубочкой. Петельки перемещаются на эту трубочку. На эту трубочку и вязание может закругляться. Так вот я набрала. Сейчас вытяну. Как на круговых спицах. Буду вязать. И дальше продолжаю набирать петельки на спицу. На крючок вернее. Точно так же, как набирала. Смотрю, чтобы ничего не перекрутилось. И вот просто продолжаю набирать. Справа я создала вот эту волшебную петельку из трубочки на крючке. И поэтому могу дальше свободно набирать петельки. У меня все петельки набраны из начальной цепочки воздушных петель. И сейчас я через крючок втыкаю в первую петельку, которая у меня была на крючке, подхватываю рабочую мить и провязываю поочередно через две петельки, набранные на крючке. И так продолжаю. И так продолжаю. Самый простой узор. Но он мне очень нравится. Очень необычно выглядит. И вот так я возвращаюсь к началу вязания. И точно так же буду продвигать вот эту леску. Сейчас я ее просто вытяну. И крючок снова может работать. Немножко, конечно, непривычно. Особенно сначала. И как-то немножко неудобно. Но, в общем-то, очень интересно вязать. И получается необычное красивое полотно. Оно еще плотное. И не расстегиваться. Я довязала второй ряд до конца. Провязываю последнюю петельку. И сейчас снова буду набирать петельки на крючок. Отхватываю их. Вот эти столбики первого ряда. Они четко видны. И снова вытягиваю рабочую нить. И набираю петельки на крючок. Ну, а дальше продолжаю все так же, как в первом ряду. Набираю петельки на крючок до тех пор, пока удобно набирать. И потом вытяню крючок. Вот. Образуется такая петелька. И продолжаю дальше нанесывать петельки. Петельки на крючок. Снова довязала до конца ряда. Сейчас провяжу последние петельки. И снова вытягиваю петельку из первой петельки на крючке, которая вот там была у нас вначале. Снова буду попарно провязывать. Вот здесь вот, где этот переход, нужно вязать потуже. Особенно такие вот нитки, как у меня, скользкие. Они немножко разбалтываются. И могут быть на стыке дырочки. Поэтому вот эти вот первые и последние петельки нужно убивать потолще. И снова продолжаю петельки второго ряда. И так буду сейчас повторять эти два ряда. По кругу я провязала всего несколько рядов. Два или три. А затем начала делать. Смотрите, справа и слева такие вот полоски. Они потом будут переходить в лямки. 7 петель я провязывала, как обычно. То есть набирала на крючок вот 7 петелек мышцы скромочные. Да, хочу еще сказать, что вязание я разделила пополам. Вязала отдельно спинку и перед. И дальше восьмую и девятую петельку я провязывала вместе. Я их подхватывала и за один прием у меня получалось. Одно петель я провязала до конца ряда. И затем тоже здесь вот перед 7 петельками тоже провязывала вместе. В результате этих убавок получатся вот такие скосы. А дальше вот видно участок я вязала прямо, без убавления. Моделировала сама и ряды вам не рассказывают, сколько вязала. Потому что у вас может быть другая пряжа, другой размер топика. И поэтому определяйте сами. Просто убавляйте сколько нужно. Затем вяжите прямо. Вон видно, что прямая часть. Все индивидуально. Как вам нужно, как вам нравится. И сейчас вот я буду вывязывать лямку. Я буду вязать на 7 вот этих петелек, которые провязывала до убавления. И вот эта линия у меня идет. Она будет переходить в лямку. А остальные петли вязать не буду. Тоже просто набираю петельки на крючок. И провязываю их обратным ходом. Второй ряд. И буду повторять эти два ряда до нужной длины лямки. Лямки у меня переходят в завязки. Лямки у меня переходят в завязки. И вот я связала такую длину. И сейчас закрою последний ряд, чтобы он не был рыхлым. Я втыкаю вот крючок на сквозь. И провязываю петельку, как простым обычным крючком. И так все 7 петелек. В конце отрезаю ниточку. И спрячу хвостик с изнаночной стороны. А сейчас я присоединю ниточку к началу лямки с внутренней стороны горловины. И точно так же закрою вот этот ряд горловины, как я закрывала лямку. Втыкаю крючок в столбик. Не вот за эту одну вот этот столбик у низки, а внутрь столбика. Чтобы верхняя часть была аккуратной. плотной, потому что вот столбик без следующего, вернее ряд столбиков без следующего ряда он выглядит таким рыхлым. И так вот я довязываю до начала следующей лямки. То есть, когда у меня останется 7 петелек, 7 столбиков, я тогда уже перестаю провязывать и начинаю набирать на крючок. И точно так же вот этим тунисским узором продолжаю вязать вторую лямку. Наберу на крючок 7 петель и затем выполню второй обратный ряд. Буду закрывать по 2 петельки в обратном порядке. И так, на такую же длину, какая у меня была первая, связана была первая лямка. Редактор субтитров А.Семкин и субтитров А.Семкин и субтитров А.Семкин и субтитров А.Семкин две начала и конец одной половинки и сейчас буду вязать точно так за вторую часть они у меня совершенно одинаковые но можно спинку оставить прямой и завязки просто завязывать на шее можно выполнить точно такую же вот здесь у меня идут сначала убавки затем ровная часть и с этой стороны точно так же я присоединяю ниточку к началу допустим это у меня спинка будет и точно так же буду вязать этим простым тунистым узором то есть набирать петельки на крючок и одновременно справа и слева восьмую девятую петельку провязывать вместе вот 4 петельки 5 6 7 восьмую девятую я провяжу вместе подхватываю сразу и провязываю за один прием и точно так же в конце ряда дальше продолжаю вязать по одной петельки и в конце ряда выполню такую же убавку как в начале ряда это будет одновременно и скос для рукава и дальше будет переходить в лямку вот я набираю петельки на крючок и когда у меня слева остается 9 петель восьмую девятую я провязываю за один прием провязала их вместе дальше набираю по одной петельки и таким образом у нас в этом месте на одну петельку становится меньше получается скос для рукава и обратный ряд снова вяжу как обычно здесь я провяжу две петельки чтобы закрепить не две а подцепляю за соседнюю петельку чтобы там было красиво вот на этом переходе от одной половины где-то другой и вяжу обратный ход провяжу я так до конца ряда пока все петельки на крючке не будут закрыты ну и дальше буду продолжать точно так же а Вот снова у меня провязано 7 петелек набрано и следующие 2 я провяжу за один прием. И дальше набираю снова по одной петельке до конца, или не до конца ряда, а до тех пор, пока нужно будет делать убавку в конце ряда и снова в конце ряда провязываю 2 петельки вместе. И следующие петельки снова нанесу я по одной. Ну я думаю все понятно. Такие убавки выполняю на нужную высоту. Высоту вы тоже сами определите, смотря от вашего размера, от того, каким вы хотите топик видеть. Спасибо. 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 И вот у меня кокетка полностью связана. 4 таких вот лямки завязки и сейчас я хочу обвязать их рачьим шагом. Я довязала вот последнюю пеленочку и чтоб не отрывая нитки, сразу буду вязать рачьим шагом. Обвяжу по всему периметру. Втыкаю крючок справа, вытягиваю рабочую нить и провязываю через 2 петельки. Я увеличила изображение, чтобы показать какие петельки я их втыкала, вернее крючок при вязании рачьего хода. Вот эти бука ручки, которые плотные. Вот у меня полностью обвязана рачьим шагом верхней части. Сейчас и закручиваться не будет, и законченный такой вид красивый. Присоединю ниточку к нижней части топика и буду вязать подол топика. Тунику можно точно так же, если подольше, подлиннее провязать сарафан, как нам захочется. Катетка у нас готова. Буду вязать просто по кругу. Точно так же, как вязала вначале. Вот, набираю петельки на крючок и затем обратный ряд. И так не нужно упинать. Набор, как вы видите, я выполняла двойной цепочкой, поэтому здесь ничего не растянуто. Потому что все очень красиво. И переход от нижней части к верхней даже не заметил. И вот, петельки набраны полностью на крючок. Буду выполнять обратный ход. Провязываю через первую петельку на крючке, который у меня с той стороны крючка. И дальше по две петельки закрываю, пока не будут закрыты все петельки. Продолжение следует... Для расширения можно выполнить прибавки. По бокам, около булавок у меня боковые части отмечены булавками, я крючок сначала воткнула между столбиками, а потом под столбик. Таким образом у меня увеличилось количество столбиков на один. Прибавки я выполняла в производном порядке. Вы тоже можете, в зависимости от того, насколько вам больше нужно добавить пошире, хотите сделать или такое небольшое расширение через определенное количество рядов. Завершить вязание я решила обычным крючком, ажурным узором. И вот поэтому, по этой схеме, сначала выполню группы столбиков с двумя накидами. Да, сначала последний ряд тоже закрыла так, как в комнате на лямках закрывала. И вот дальше 2 воздушные петельки, 2 столбика пропускаю и снова 3 столбика с двумя накидами. И так обвяжу весь низ столбика. Количество петелек у меня должно делиться на 30, потому что в рапорте вот этой обвязки 30 столбиков. И вот при переходе от одного, от тунисского вязания к обычному, когда вот я вязала, обвязывала столбиками с накидами, я подогнала количество столбиков таким образом, чтобы оно делилось на 30. Если у вас немного не хватает столбиков, нужно из одного вывязать два, если лишнее, то два провязывать вместе за один прием. И вот у меня первый ряд связан. Я буду вязать поворотными рядами, перехожу ко второму ряду обвязки. Вязать буду по кругу и удобнее начать вот с этого участка, который выделен у меня зеленым цветом. Я свяжу 6 столбиков с двумя накидами под цепочку из двух воздушных петель предыдущего ряда. И вяжу дальше по схеме 8 воздушных петелек. Одну цепочку из двух воздушных петель в предыдущем ряду пропускаю и под следующую провяжу 3 столбика с одним накидом. Дальше в каждый столбик по столбику с накидом их тоже 3. Под следующую цепочку продолжаю вязать 3 столбика с накидом. Дальше снова по одному столбику с накидом. И 3 столбика с накидом под следующую цепочку из двух воздушных петель. Снова 8 воздушных петель и повторяю 6 столбиков с двумя накидами. Вот вторую цепочку из двух воздушных петель. Вот одну я пропустила в предыдущем ряду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То, что показано на схеме с зеленой стрелкой. Дальше снова 8 воздушных петель, 2 столбика на большом фрагменте отступлю и в следующие столбики провяжу по одному столбику с одним накидом. Каждый столбик предыдущего ряда. Вот это последний столбик, один столбик не довяжу. И снова цепочка из 8 воздушных петель. Сейчас свяжу 3 столбика с двумя накидами в каждый столбик предыдущего ряда. 3 воздушные петельки и еще 3 столбика с двумя накидами. И буду продолжать вязание. Снова цепочка из 8 воздушных петель, столбики с одним накидом и так до конца ряда. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... 2 воздушных петель предыдущего ряда... 2 воздушные петельки... 3 столбика с 2 накидами в каждый столбик с 2 накидами предыдущего ряда... 3 столбика с 2 накидами в каждый столбик с 2 накидами... 2 столбика пропускаю... 3 столбика с 2 накидами в каждый столбик с 2 накидами... Я столбики даже не считаю, потому что если вначале было связано правильно, то здесь будет верное количество столбиков... 2 столбика не довязываю... Цепочка из 8 воздушных петель... И вот столбик с 2 накидами... На первом столбике с 2 накидами... И всего 3 таких столбика с 2 накидами... Дальше 2 воздушные петельки... И группа из 6 столбиков с 2 накидами на цепочки из 3 воздушных петель... 2 воздушных петель... 2 воздушные петли... И продолжаю вязание до конца ряда... Снова 8 воздушных петель... И продолжаю вязание до конца ряда... Снова соединяю начало и конец ряда... И вяжу 4 воздушные петельки для подъема... Еще 2 воздушные петельки... И столбик с 2 накидами на... Столбики с 2 накидами предыдущего ряда... Дальше снова 8 воздушных петель... И 4 столбика с 1 накидом на группе из столбиков с накидом... Два столбика вначале пропускаю... И вяжу 4 столбика... Ну и дальше вязание повторяется... Снова 8 воздушных петель... 3 столбика с 2 накидами на 3 столбиках предыдущего ряда... 2 воздушные петельки... И 3 столбика с 2 накидами на столбиках предыдущего ряда... Так... 3 воздушные петельки... И вот... 1 столбик... В тот столбик... Что... Провязан был раньше... И еще 2 столбика с 2 накидами... То есть в середине у нас получается... На одном столбике провязаны 2 столбика... Снова... 3 воздушные петельки... И 3 столбика с 2 накидами... В каждый столбик предыдущего ряда... Соединяю вязание... Поворачиваю... И начинаю вязать 6 ряд... При помощи соединительных столбиков... Я выйду... На середину вот этого фрагмента... И буду вязать... Опять группу из... 6 столбиков с 2 накидами... Схема очень удобная... Здесь четные и нечетные ряды... Показаны разными цветами... Так что... Можно легко ориентироваться... Уходя вязать... Уходя вязань... Уходя вязать... В ais людям... Вянетку из 7 петли... «Уходя вязать»... И 3 столбика с двумя накидами на каждый столбик предыдущего ряда. Дальше. 3 воздушные петельки и 3 столбика с двумя накидами на следующей группе и столбика с двумя накидами предыдущего ряда. 8 воздушных петель. И 1 полустолбик между вот этими четырьмя столбиками предыдущего ряда. Снова 8 воздушных петель. И 3 столбика с двумя накидами на трех столбиках. Вот с первой группы из трех столбиков с двумя накидами предыдущего ряда. 2 воздушные петли. И снова 3 столбика с двумя накидами на каждом столбике предыдущего ряда. Так, там надо было 3 воздушных петли. 2 воздушные петли и 6 столбиков с двумя накидами на цепочке воздушных петель предыдущего ряда. Это вот серединка воздушных петель. 2 воздушные петельки. Снова 3 столбика с двумя накидами на столбиках предыдущего ряда. 3 воздушные петли и снова 3 столбика с двумя накидами на столбиках с двумя накидами предыдущего ряда. Ну и дальше 8 воздушных петель. И полустолбик между 4 столбиками. 8 воздушных петель и снова будем вязать этот большой фрагмент до конца ряда. Соединяю начало и конец ряда 2 воздушные петли соединительным столбиком. Выхожу при помощи соединительных столбиков на середину вот этой группы. Это 7 ряд. И вяжу цепочку воздушных петель. 4 петельки для подъема. Дальше столбики с двумя накидами. 2 столбика на каждом столбике предыдущего ряда. 3 воздушные петли. 3 столбика с двумя накидами на столбиках предыдущего ряда. 4 воздушные петельки и вот эту группу, вернее, вяжем всего 1 столбик с двумя накидами. На среднем столбике предыдущего ряда. Дальше 5 воздушных петель. И снова 1 столбик с двумя накидами на втором уже фрагменте. Вот так у нас получается. Снова 4 воздушные петельки. Сейчас уже вяжем группу из 3 столбиков с двумя накидами. Этот ряд, по сути, является первым рядом в рапорте, который можно повторять нужное количество раз. Снова 3 воздушные петельки. 3 столбика с двумя накидами на каждом столбике предыдущего ряда. 3 воздушные петельки и вот первый столбик я вяжу в тот же столбик, который провязала только что. и еще 2 столбика с двумя накидами на каждом столбике, то есть по 1 столбику на каждом. Снова 3 воздушные петельки и 3 столбика с двумя накидами. 4 воздушные петельки и 1 столбик на среднем столбик предыдущего ряда. 4 воздушные петельки и 1 столбик с двумя накидами на каждом столбике. Снова 5 воздушных петель и 1 столбик с двумя накидами на каждом столбике. 4 воздушные петельки и 1 столбик с двумя накидами на каждом столбике. Соединяю вязание, переворачиваю и начинаю вязать 8 ряд. Сначала 4 воздушные петельки для подъема и вместо первого столбика и 6 столбиков, вернее 5 уже остается, с двумя накидами. Дальше 2 воздушные петельки и 3 столбика с двумя накидами на 3 столбиках предыдущего ряда. Снова 3 воздушные петельки и 3 столбика с двумя накидами на 3 столбиках предыдущего ряда. Дальше я вяжу цепочку из 6 воздушных петель. И столбик без накида или даже притяжка соединительной под цепочку из 5 воздушных петель предыдущего ряда. Затем 3 столбика с двумя накидами на столбиках предыдущего ряда. Продолжаю вязать и вяжу цепочку из 5 воздушных петельки и 3 столбика с двумя накидами на столбиках предыдущего ряда. 2 воздушные петельки и группа из 6 столбиков с двумя накидами на цепочки из 2 воздушных петель. Один из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Снова 2 воздушные петельки и продолжаем узор. 3 столбика с двумя накидами в каждый столбик предыдущего ряда. 3 воздушные петельки и снова 3 столбика с двумя накидами. Ну и дальше цепочка из 6 воздушных петель. Соединительный столбик. На цепочке предыдущего ряда снова 6 воздушных петель и продолжаем вязать до конца ряда. Последние ряды 7 и 8 повторяем на нужную длину. И вот у меня уже тупик готов. Осталось только обвязать. Такой вот узор получился. Один ряд столбиками без накида и с выполнением пиков. Я их расположила вот в этих местах. Немножко не по схеме. Вы можете расположить как вам хочется. Можно вообще без пиков. Сейчас немножко покажу как я это делала. Вяжу столбики с накидом на цепочках воздушных петель и на каждом столбике предыдущего ряда. И вот на столбике выполняю пико. 3 воздушные петельки и соединяю с первой петелькой, вернее со столбиком. Получается такое вот колечко. Снова вяжу столбики без накида. Я вязала столько столбиков сколько петель цепочки. Снова буду вязать пико. 3 воздушные петельки. И возвращаюсь к столбику с накидом на который они вяжутся. И провязываю соединительный столбик. Захватываю рабочую нить и провязываю через столбик и через воздушную петельку. Пико готово. Вяжу дальше столбики без накида. Здесь вот свяжу пико на среднем столбике. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. И соединяю с столбиком. Топик готов. Сверху завязки. Даже скорее туника получилась. Но зато хватит мне на один год. Сверху можно завязки регулировать. И красивые нитки мне нравятся. Вам понравился? Кстати, по этой схеме можно связать его любого размера. Как меньше, так и больше. Для взрослой девушки, например.